Здравствуйте, коллеги! Спасибо, что дали возможность здесь выступить. Сегодня, ближайшие 15 минут, я расскажу вам о том, как, зачем мы с нашими коллегами из инфосистемы Jet делали каворкинг в Gazprom.Niv.Geo. В первую очередь для контекста хочу вам рассказать о том, чем занимается Gazprom.Niv.Geo. Gazprom.Niv.Geo – это геологоразведочный подрядчик, который выполняет проекты по геологоразведке на всей территории России. Соответственно, коллеги наши, которые у нас работают, это в основном проектные команды, зачастую кросс-функциональные проектные команды, которые часто бывают в разъездах, командировках, проводят много деловых встреч и совещаний. И, соответственно, появилась одна из задач – создать технологичное, удобное и крутое в целом пространство для того, чтобы коллеги могли эффективно проводить свои мероприятия, встречи, совещания. И, собственно, одна из целей была как раз повысить эффективность проведения данных мероприятий. И есть такой еще дополнительный нюанс, так как коллеги зачастую находятся в разъездных командировках, у них теряется вот эта информационная осведомленность о событиях в компании. Соответственно, одной целью было повысить данную осведомленность за счет технических решений. Есть дополнительный офсайт. У нас есть в компании сотрудники, которые работают в гибридном формате работы, то есть часть их работы происходит из дома или в командировках, часть в офисе. Соответственно, данное пространство стало для них удобным офисным пространством для того, чтобы они могли комфортно выполнять свои задачи, когда приходят в офис. Расскажу еще о тех основных направлениях, которые мы выбрали для работы над каворкингом. В первую очередь это, собственно, инфраструктура рабочих мест, система бронирования этих самых рабочих мест, рабочие места сотрудника дома или в командировке, они не сильно отличаются друг от друга, система информирования о корпоративных мероприятиях и событиях, инструменты для совместной работы. И в целом мы преобразовали немного рабочую среду в нашем офисе. Далее расскажу подробнее о каждом из этих элементов. Собственно, начнем с инфраструктуры рабочих мест. Для того, чтобы убрать у наших коллег вот эту привязку к их персональным рабочим местам, их персональным компьютерам, мы развернули VDI-кластер, на нем подняли виртуальные машины, которые персонально настроили для каждого из наших сотрудников. Соответственно, кому-то там больше ядер нужно для расчетов, кому-то больше памяти. Все это мы учли здесь персонально. Само рабочее место мы унифицировали. Оно состоит из широкоформатного монитора для работы с большими таблицами, геологическими данными. Дальше стандартная веб-камера, телефон, гарнитуры, собственно, тонкие клиенты. Все это позволило, в принципе, сесть коллегам за любое рабочее место и залогиниться за телефоном, залогиниться за тонким клиентом, попасть в виртуальную машину и работать, как ни в чем не бывало. Аналогичный подход с любого рабочего места осуществляется. Как, опять же, дополнительный бонус мы повысили таким образом сохранность данных коллег. Если раньше их данные на персональных компьютерах бэкапить было гораздо сложнее, то виртуальные машины в этом плане нам позволяют бэкапить данные полностью, все операционные системы целиком. Это гораздо проще и эффективнее. Но есть нюансы, которые нам пришлось учесть, с которыми пришлось работать. В частности, периферия, когда она подключается к тонкому клиенту, прокидывается виртуальной машиной гораздо сложнее. Есть некоторые нюансы, которые, в принципе, пользователи научились решать самостоятельно. Переключением. Есть некоторые задержки при работе с виртуальными машинами, естественно, по сравнению с обычным ПК. И пользователям пришлось привыкнуть. Но, опять же, в этом не возникло каких-то больших сложностей. И есть еще одно небольшое неудобство, с которым также приходится пока что мириться, но есть у нас уже идея, как это пофиксить. Это, собственно, необходимо логиниться и за телефоном через extension mobility, и за тонким клиентом для того, чтобы попасть в виртуальную машину и чтобы настроить свое рабочее место. Но это решаемо. Я чуть позднее расскажу о том, каким образом. Про систему бронирования рабочих мест также вам расскажу. Мы не стали здесь изобретать велосипед. Мы использовали имеющиеся у нас уже в компании корпоративные решения для бронирования рабочих мест. Есть мобильное приложение, есть веб-портал, через который можно удобно это забронировать. Мы установили на входе в офис киоск для бронирования рабочих мест для гостей, у которых нет аккаунтов в приложении, чтобы они могли точно так же забронировать место и поработать в офисе. Ну или просто найти коллегу, который сегодня, например, пришел в офис, им необходимо встретиться друг с другом. Там есть интерфейсы для навигации. Мы установили на рабочих местах панельные, такие планшетные ПК, которые отображают статус рабочего места. На них видно, занято ли рабочее место или свободно, кто его занял, должность, фотография, фио. И в целом это создало такой довольно удобный набор инструментов для того, чтобы управлять рабочими местами комфортно. Надо сказать, что у нас на момент, когда мы все это создавали, не было как таковой культуры для бронирования рабочих мест. Но наши прекрасные сотрудники сообразили довольно быстро, почему это важно, почему нельзя хаотично просто приходить на те места, которые свободны. И начали бронировать их. И сейчас, спустя уже почти год работы, все работает как часы. Люди оценивают именно такой подход постоянного планирования, когда они будут работать в офисе. Что мы сделали с рабочими местами сотрудников дома, ну и в частности в командировках? Естественно, всем выдали корпоративные ноутбуки. При необходимости можно запросить у нас монитор для работы с какими-то таблицами или другой информацией для удобства. Веб-камера, освещение, гарнитура, чтобы можно было проводить совещание практически так же эффективно, как и вживую, чтобы их видели хорошо. Ну и в целом погружение в мероприятия происходит гораздо глубже, чем нежели без всей этой периферии подключаться просто по телефону, например, или с гарнитурой. Здесь также стоит учесть то, что вам, естественно, необходима инфраструктура для безопасного удаленного подключения к вашей корпоративной среде. Необходимы дополнительные методы для учета этих активов, чтобы потом не страдать на инфернизации при поиске какой-то техники, которую вы передали коллегам. Ну и, естественно, многое зависит от качества интернет-соединения у сотрудников дома. Эту часть, то есть каналы связи дома у сотрудников, мы отдали полностью на откуп нашим коллегам. Они осознают то, что необходимо обеспечить качественный доступ в интернет самостоятельно. Но, тем не менее, это стоит учитывать в том числе. Немного поговорю про те инструменты для совместной работы, которые мы сделали в офисе. Мы установили кабинки для переговоров, оснащенные bring your own message системами. Фактически в кабинках есть дисплеи, есть микрофонные блоки, веб-камеры широкоугольные и микрофоны. Вы можете прийти с вашим ноутбуком, с тем приложением для мероприятий, которое вам удобно, подключиться к этой системе и, собственно, провести полноценное совещание, как в переговорной комнате. Собственно, веб-камера охватывает полностью всю кабинку. И речь коллег также отлично слышна. В этих кабинках есть зарядки беспроводные, проводные. Регулируется освещение в кабинках, уровень работы вентиляции. Ну и, собственно, эти кабинки очень востребованы, пользуются большой популярностью. Наверное, не то, что один из минусов, но то, что тоже стоит предусмотреть при организации подобных пространств. Также установили интерактивные флипчарты, на которых коллеги могут собраться, порисовать, зафиксировать договоренности, разослать те результаты и зафиксированные договоренности по почте друг к другу. При необходимости в этих флипчартах есть также веб-камеры, микрофонные блоки, динамики, с которых можно подключиться к совещанию. В моменте, когда возникает такая потребность, эти функции оказались крайне удобными и высоко оценены, в том числе и руководство нашей компании, когда это необходимо было для каких-то корпоративных мероприятий. Что еще сделали с рабочей средой в офисе? Мы решили попробовать установить систему маскировки звуков, так называемую саундмаскинг-систему, что она из себя представляет, по сути, контроллер, к которому последовательно подключены звуковые эмиттеры. Эмиттеры подвешиваются в потолочном пространстве и издают что-то вроде белого шума, примерно с громкостью около 40 дБ, если верить документации. Есть у них шаг регулировки в полдБ, либо в меньшую, либо в большую сторону. И тут эффект, на самом деле, от них довольно субъективен, но мы оценили. То есть, если представить, что вы находитесь посередине нашего open space, то вы в целом без этой системы отчетливо слышите, как коллеги общаются и о чем они общаются в начале open space, в конце open space. И это все, естественно, невольно тратит ресурсы вашего мозга на обработку данной информации. При включении подобной системы мы перестали разбирать речь коллег. То есть шум какой-то слышен, он незначительный, он где-то на фоне. И, по большому счету, вы не сосредотачиваете ваше внимание на этой речи, вы просто продолжаете работать в нормальном режиме. При этом это никак не мешает общаться коллегам, которые находятся во близости друг от друга. Интересное довольно решение. Но еще раз говорю, слух у всех разный. Вещь субъективная, надо проверять в каждом отдельном случае. В нашем случае зашло. Плюс в том, что жалоб от коллег на вот этот вот белый шум, который появился, практически нет. И вообще, в целом, маскируется по системе вентиляции, которая есть в офисе. Тоже довольно интересное решение. Есть у нас мысли о том, чтобы масштабировать это на весь офис в целом в компании. И так как система локальная, по большому счету, не требует интеграции в корпоративные среды, то есть ее пускналадка не вызывает каких-либо проблем. Также мы установили в офисе ячейки для хранения вещей. Мы решили отказаться от какого-либо ключевого доступа, будь то электронные ключи или физические ключи, ну, чтобы не администрировать данную историю. Пожалуй. Все в порядке, никто не горит. Отлично, продолжаем. Собственно, да, ключи по-любому будут теряться. Придется дополнительные ресурсы тратить на то, чтобы менять потерянные, ключи сломанные. Мы решили оставить все без дополнительного ключевого доступа. У нас офис в целом оснащен системами контроля доступа. Никто посторонне не зайдет. Поэтому такое решение в нашем случае было полностью оправданным. Для системы информирования о корпоративных событиях мы, по сути, организовали несколько точек трансляции. Они представляют собой дисплей с медиаплеерами подключенными. Медиаплееры объединены в сеть, подключены к серверу, на котором стоит ПО для централизованного управления данными точками трансляции. Точки трансляции расположены в наиболее популярных местах в офисе. Это лифтовые зоны, это зоны ресепшена, это большие переговорные. Как раз для того, чтобы коллеги могли ознакомиться с тем контентом, который в нашей компании подготавливают наши пиар-службы. Ну и, соответственно, о тех событиях узнать, которые произошли за время их отсутствия в офисе, если они не успели, например, почитать почту или почитать корпоративный портал. Есть некоторые вещи, которые спустя год нам уже понятно, что можно было сделать несколько иначе. Но мы сейчас над их развитием работаем. Мы как раз сейчас запускаем дополнительный сервер, вводим эксплуатацию с графическими ускорителями, чтобы виртуальные машины с ГПУ обеспечить для наших геологов, для работы в спецПО, геологическое, гидрогимическое моделирование или какой-нибудь другой софт, который требует ГПУ. Тонкие клиенты и телефоны мы хотим заменить на единые устройства, которые объединяют в себе эти функции. На российском рынке такие решения есть. Они у нас опробированы, в целом работают довольно стабильно и зарекомендовали себе хорошо. Число кабинок хотелось бы, конечно, увеличить, потому что на текущий момент, я уже сказал, они крайне востребованы и пользуются спросом большим у коллег. Ну и, собственно, систему саундмаскинг тоже необходимо, на наш взгляд, распространить на весь офис. Мы считаем, что профит от нее есть и довольно-таки серьезный. Если у вас есть желание посмотреть дополнительные материалы по поводу того, как мы создавали данный каворкинг с комментариями наших коллег, с видео самих пространств, можете перейти по ссылке. Вас там ждет пятиминутное видео о том, как все это было. Еще раз спасибо, что дали возможность здесь выступить. Если у вас будут вопросы, буду рад на них ответить. Спасибо. Виктор, спасибо тебе большое. Напоминаю, что за лучший вопрос вы получите жетон, который можно использовать для выигрыша мерча. А вот давайте начнем прямо по центру. Скажите, пожалуйста, каких вендоров вы использовали для тонких клиентов? Потому что мы пытались ли здесь вендрить подобную систему, но периферия отродительно очень опрокидывалась. Что сейчас поменялось? Простите, пожалуйста, плохо слышно было. Каких вендоров вы используете для тонких клиентов сейчас? И насколько стабильно это решение работает? Смотрите, мы используем фактически мини-ПК с довольно-таки простой конфигурацией. Там i3 стоят, небольшое количество оперативной памяти. То есть фактически это обычные ПК, которые мы используем в качестве тонких клиентов. Но, как я сказал уже, мы в перспективе хотим заменить это решение на такое универсальное решение, которое совмещает в себе и телефон, и тонкий клиент. Там в России такие решения, как я говорил, уже есть. Там Ubuntu стоит на них доработанное. Соответственно, они работают с современными АТС, с определенными оговорками. Но, тем не менее, это все доводится до ума и работает стабильно в целом. И вот это наше целевое решение, к которому мы идем. Если вы задумываетесь о здании подобных решений, я рекомендовал бы сразу смотреть именно на такие варианты. Значительно удобнее. То есть у вас фактически запускается это устройство. Вы логинитесь, слогин, пароль вводите и авторизуетесь одновременно и на АТС, и в вашей виртуальной машине, которая создана. Убирает значительное число операций. Учитывая то, что коллеги в течение дня уходят, разлогиниваются, залогиниваются снова. То есть можно сэкономить людям довольно-таки много времени за счет таких решений. И второй вопрос. Есть ли у вас какая-то интеграция в вашей системе бронирования с почтовой системой? Допустим, чтобы открыть календарик, посмотреть какое-то помещение, либо рабочее место. Занято, но не занято. Смотрите, прямой непосредственно интеграции с корпоративным почтовым решением нет. Но, естественно, система бронирования может высылать нотификации на почту. Не называю это интеграцией, но это просто опция, одна из систем бронирования. То есть, да, там есть вот такие вот рассылки и уведомления для каких-то событий. Спасибо. Спасибо за вопрос. Рядом мой мужчина. Давай, давай, давай. Здравствуйте. Спасибо большое за выступление. Было очень интересно. У меня вопрос больше бытовой. Скажите, пожалуйста, насколько сотрудникам было комфортно в том плане, что когда ты приходишь в офис, это больше не твое персональное рабочее место, это не твоя периферия, не твой стул. Вот. Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса о том, что вы говорите, у вас намечается тенденция к увеличению числа переговорок. Правильно ли я понимаю, что это говорит о том, что люди все равно стараются сегментироваться и работать по отделам, замкнуться в отдельном пространстве, общаться там. И, собственно, у вас получается, если раньше был кабинет для отдела, он теперь перетекает в переговорку. Спасибо за вопросы. По порядку тогда отвечу. Первый вопрос. Действительно, такие переживания были. Мы разрешили их следующим образом. Гарнитуры у всех персональные, беспроводные. То есть коллеги могут подключаться к мероприятиям, ходить по офису или в том месте, где они сейчас находятся, без каких-либо проблем. Естественно, рабочие места у всех унифицированы, они общие. Но это в процессе работа не вызвало каких-то проблем, потому что мы в том числе и обрабатываем данные офисные пространства. У нас есть коллеги, которые занимаются очисткой рабочих мест. Они могут банально протереть мышки, клавиатуры, прочистить их, чтобы людям было комфортно работать. У нас в целом, на самом деле, среда и наши сотрудники сами по себе довольно аккуратные люди, поэтому они стараются держать рабочее место в чистоте. То есть мы сразу договорились о том, что никаких загромождений личными вещами рабочих мест не будет. Приема пищи никого на рабочих мест быть не может. Для этого есть специальные кофе-зоны, где можно спокойно пообедать и перекусить. Поэтому места поддерживаются в чистоте и порядке. И вот в течение года у нас не возникало вообще каких-либо конфликтов, которые могли быть связаны с чистотой на рабочих местах. Плюс тут надо сказать, что несмотря на то, что места рабочих вот таких вот гибридных у нас в офисе довольно много, люди все равно стараются занимать 1-2 рабочих места, 1-2 рабочих места конкретных. То есть они просто планируют свое рабочее время на несколько месяцев вперед для того, чтобы как раз обеспечить нахождение за вот одними и теми же рабочими местами. И лишь иногда, когда вот они по какой-то причине заняты и недоступны им, они пересаживаются на другие места. В принципе, на общую концепцию это никак не влияет и она соблюдается. Что касается вопроса… А повторите, пожалуйста, второй вопрос. Я хочу точно его услышать еще раз. Второй вопрос про увеличение количества переговорок. Соответственно, в них возникает потребность. И насколько я понимаю, у вас люди все равно стараются сегментироваться и в рамках группы по интересам, скажем, в этой переговорке находиться. То есть буквально это отдел или рабочая группа. Понял. Смотрите. Я бы сказал, что тенденция не к увеличению переговорных наблюдается, а вот конкретно сами кабинки, вот эти вот звукоизолированные, такие компактные, где можно фактически уединиться втроем, в четвером, в пять человек. Вот они набирают популярность, они очень востребованы. Почему? Потому что, в принципе, в них есть все инструменты, необходимые для совместной работы. Вы полностью абстрагируетесь от внешних шумов. Действительно, звуковизоляция довольно высокая в этих местах. И почему-то коллеги, конечно, хотят получить некое приватное пространство, несмотря на то, что все работают в open space. И, наверное, мы в этом плане поддержали их желание, их стремление. Поэтому, подытоживая, не то чтобы увеличение самих переговорных комнат, а вот именно поддержка, стремление к некой приватности, она у людей присутствует. Но, наверное, это желание всех коллег, которые работают так или иначе в open space. А офис, собственно, это open space в первую очередь. Да, мужчина на заднем ряду. Спасибо за доклад. Вопрос по белому шуму. Если можно, сколько стоят затраты на один кубометр пространства? Ну и в продолжение, а вот это решение здесь и сейчас было бы эффективным? Затраты сравнительно небольшие. Я не могу точную сумму называть, но в масштабах вообще, в принципе, организации всего этого коворкинга затраты на такую систему составили 2%. Ну, то есть это в целом недорогое решение, хотя довольно интересное. По поводу эффекта от него. Ну, как я уже сказал, эффект от него довольно субъективен, хотя именно наша рабочая группа, она этот профит услышала. Она увидела пользу от него, потому что в моменте прям вот мы стоим, слушаем речь коллег, запускаем систему, речь как будто исчезает. То есть остается, ну, что-то вроде отдаленного гула, но эта речь уже перестает разбираться на слова конкретные. То есть вы перестаете ее обрабатывать полностью. Вы слышите некоторый шум, который в целом в течение дня абсолютно никак не отвлекает вас. И сама система, издавая вот этот вот белый шум, ну, фактически маскируется под систему вентиляции. Иногда даже коллеги путают вентиляцию с самой системой. Но вот что интересно, мы тоже переживали за то, что она может вызывать дискомфорт у отдельных сотрудников. Ни один из них не подошел за год, не пожаловался, что что-то там мешает ему работать. То есть мы считаем, что, так скажем, пилот вот этой системы у нас прошел успешно. Спасибо. Вот еще есть вопросы по центру зала. Спасибо за доклад. Тема достаточно актуальна. Такие коворкинги все больше и больше развиваются. Чуть ближе микрофон. У меня два вопроса. Первый вопрос – это делали ли вы какой-то срез по сотрудникам? Кому это наиболее актуально? Линейным сотрудникам, тимлидам, менеджерам, руководителям? И вторая часть – это почему пришли именно к технологии VDI? Казалось бы, раздать всем ноуты – это, да, дороже, но проще. С точки зрения и учета, и там VKS, и B-шных вопросов. То есть, ну, как бы сильно удобней. Давайте начну с конца. Почему нельзя было просто раздать все ноутбуки? Потому что нужен доступ к корпоративной сети. Это определенные технические решения. Для этого нужны ноутбуки. Для этого в данном случае не вполне подходят. Плюс нужен доступ к различным корпоративным системам и решениям. И у нас была идея в том, чтобы коллеги могли, в принципе, сесть за любое рабочее место, даже если у них нет ничего абсолютно с собой. Просто вот они решили, что сегодня нужно быть в офисе с кем-то, приехать, встретиться. Для этого идеально подходит как раз, ну, фактически набор тонкий клиент, да, и вся вот эта вот периферия, которую мы обсудили. Напомните, пожалуйста, первый вопрос у вас. Делали вы оценку, для кого это наиболее актуально? Да. Линейные, темлиды, руководители. То есть, кто пользуется сервисом? Конечно, собственно, изначально была идея создать такое пространство, как я уже говорил, именно для людей, которые работают в проектных командах, кросс-функциональных проектных командах, которые не всегда имеют возможность работать, грубо говоря, сгруппированно друг рядом с другом. Из-за командировок, из-за постоянных разъездов. Соответственно, у нас большая часть сотрудников, которые вот на таком формате работают, это именно сотрудники проектных команд, которые занимаются геолого-разведкой по всей России. Соответственно, ну, сами понимаете, это постоянное перемещение по территории нашей большой страны. Также, естественно, мы интересуемся у коллег, а желают ли они работать в принципе в таком пространстве, если у них по каким-то причинам нет условий дома для того, чтобы работать в таком режиме, или есть еще какие-либо причины для того, чтобы этим пространством не пользоваться, мы, естественно, не настаиваем, да, и каждый работает так, как ему удобно, мы учитываем все мнения наших коллег, но если при этом совпадают, так скажем, все факторы, согласие руководителя, согласие самого сотрудника, его подходы к работе соответствуют тем принципам, которые заложены в таком формате, то он может спокойно начать работать в нем. Спасибо. Спасибо за вопросы. Виктор, тебе сейчас очень сложное задание предстоит. Нужно вспомнить все, что тебе задавали, и выбрать лучший вопрос. Да, коллеги, на самом деле все вопросы замечательные. Спасибо за них. Если бы можно было выбрать все, я бы, собственно, все и выбрал. Но тебе нужно выбрать. Я бы сказал, мне придется выбрать вопросы касаемо того, насколько вообще в принципе удобно коллегам работать вот в таком гибридном формате, когда периферия общая, когда рабочие места общие, когда у них нет собственного рабочего места. Это действительно был наш вопрос тоже, когда мы организовывали все эти пространства. Мы не знали, как поведут себя коллеги, поэтому мы рабочими группами небольшими проверяли эти гипотезы. Но в конечном итоге все сошлось как следует. Поэтому я бы отдал этот вопрос. Спасибо, Виктор. Спасибо всем, кто задавал вопросы. У вас еще будет шанс получить свой жетон. Напоминаю, у нас есть Telegram-бот. Можно пройти по QR-коду, выполнить задание на стендах наших партнеров и в конце дня получить подарок от нашего генерального партнера инфосистемы Jet. А у нас… Виктор, спасибо тебе. Спасибо, коллеги.